Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Neighbors Back From Hell. И сразу небольшое такое обращение к некоторым зрителям. Пока других видео прохождений не будет, пока я не пройду вот эту игру. И вот, был один зритель, который написал, что ему не нравится, мол, якобы у меня эмоции все наигранные. Нет, это не правда. И еще что, мол, скучно, но может и скучно, конечно, действительно. Но не надо каждый раз после каждого нового видео ставить дизлайк. Просто уйдите с канала и не заходите больше сюда, раз вам не нравится. Если вам человек не нравится, не надо подгадить ему как-то, что ли, так сказать. Ну, а ладно, в общем, не важно. Маменькин сынок называется следующий эпизод. Все благополучно прибыли в Индию и вновь собрались на пляж. Ольга все еще не обращает внимания на соседа. Так что он всячески старается привести впечатление на мамочку и отыгрывается на окружающих. Но благодаря Вуди это ему с рук не сойдет. Так, начать игру. Короче говоря, еще после того, как я пройду эту игру, я еще потом сделаю именно обзор на эту игру, где буду рассказывать свои впечатления об игре и так далее. Ладно, начинаем. Уровень. Это у нас Индия. В Индии у нас тоже много действительно интересных вещей. А еще, кстати, мой преданный подписчик Рустам Вилюлаев привет ему, кстати, передаю, подсказал мне, что на цыпочках надо обходить только, когда персонаж спит. Если делает что-то другое, персонаж, к примеру, там под водой сидит Лиза, за штермой в Тадж-Махале мамаши там сидит, ее не обязательно на цыпочках обходить. Только когда персонаж спит, тогда надо обходить на цыпочках. Надеюсь, что это правда, мы сейчас это проверим. Да, ну, мамаши сейчас на шезлонг сядет, поэтому нам придется на цыпочках обойти. Так, ведерко со льдом. Бармен не позволит мне взять ведро. Ну, да, бармен, выпей-ка стаканчик крепкого. Хе-хе-хе. Прикольно выглядит. Ну-ка проверим сейчас. Да, действительно, не обязательно обходить. Давайте пружину сразу поставим. Так, возьмем щипцы вот эти, дадим слону ведерко. Давайте посмотрим, как сосед прыгнет с трамплина. Да, это было красиво. Давайте достанем краба. Кстати, еще один недостаток такой. Я его даже сразу не заметил, кстати. То, что, видите, вот этот мини-игра загораживает Вуди, что Вуди сейчас делает. Это загораживает. Это мелочь, конечно. Но, блин. Даже в Android-версии, на DS-версии, в консольной версии, в ПК-версии аккуратно эта мини-игра стоит аккуратно. Весь этот интерфейс с игрой висит так, что Вуди хорошо видно. Аккуратно все стоит. Здесь уролево поставили. О-хо-хо-хо-хо! Вот так вот тебе, сосед, не будешь больше слонов обижать. Да, все, сосед, теперь опять тебе придется получить немного. Блин, сейчас... А, может успеем? Давайте попробуем успеть. Так, давайте закроем. Да, разрушил замок. Сейчас ты опять получишь, сосед. Классный момент. И... Бумс! Блин, обожаю этот момент. А че не открылся этот... А, все, открылся. Поставим пружину еще раз. Чтобы было красиво. Ну и все. Мы все сделали. Блин. А Маша сейчас будет под водой. Сосед будет, конечно же, ждать. А. Блин, ну камера как-то никак, что-то камеру не откорректировали. Я из-за вот, наверное, недоработка еще одна, что камера не переключилась сюда. Что я не увидел, как он на мамашу упал. Недоработка еще одна, ребята. Надеюсь, что разработчики это все пофиксят потом. Ладно, следующий эпизод у нас называется Над облаками. Следующий пункт программы... Тачмахл. Ну якобы тачмахл, конечно. Мамочка тут же исчезает на базаре и не выйдет оттуда, пока не спустит все деньги. Сосед осматривает достопримечательности и снова дразнит слонов. Будет обязательно этим воспользоваться. Да, это точно. Очень странно, как это работает. Шарики. Интересно, этот парень живой хоть вообще? Он там не задохнулся еще. Да, уродливо реально. Поставили вот этот вот интерфейс с мини-игрой. Потому что он загораживает действия Вуди. Не видно, что Вуди там пытается сделать. Надеюсь, это пофиксит тоже. Давайте сразу поставим лопату. Что тут написано? Ой, эта лопата очень длинная ручка. Пригодится, если нужно что-то удлинить. Теперь сосед найдет время для качелей. Так, видимо здесь можно. Белая мышь. Возьмем. Поставим грабли. Так, и идем сюда. Отлично. Очень хорошо, что тут можно не на цыпочках ходить. Ну, правда, об этом нигде в игре не сказано. Поэтому, как тут можно догадаться? Так, 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 так. Берем еще одну мышь. Она нам будет нужна. Откуда бы нам начать? Я даже не знаю. С какой бы пакости. Давайте прямо здесь начнем. Почему бы и нет? Так, давайте оголенный провод подкнем сюда. И змею подсунем. Ну, при чем написано? Змея из себя так похожа. Может, в прошлой жизни они были родственниками? Да. Не знаю. Может быть. Так, давайте шарик сюда положим. Так, давайте с собой вяжем шапку. Сосед опять дразнит слона, который уже зол как... Этот, не знаю. Ну-ка посмотрим. Так. Я не рискну подойти к слону так близко. Он разорвет меня на куски. Ух, какое счастье, что он не пошел здесь. О-о-о-о. Это больно, конечно. Я думал, что он пойдет сейчас по этой лестнице. Но нет. Это хорошо. Так, ну мы все сделали. Можно спокойно спрятаться в корзине. Так, давай, иди. Поднимись на вот этом лифте непонятном. Да, вот здесь красиво, конечно, разрешение повысили. Все такое. Но здесь город все равно остался некачественным. Как будто тут стекло находится. И по этому стеклу дождь пролил. Но в остальном текстуры очень даже хорошие. Очень красивые текстуры. Видно, что он за разрешением подкарается. Как ребенку не больно так. Зато прям по яйцам. Лопаты ему. Ладно, у него там еще парочка пакостей осталось. Осторожней, сосед. Вот так, сосед, не будешь больше слонов дрозить. Я, кстати, ради интереса недавно на выходных попробовал... Попробовал это самое, не все пакости, это самое, все жизнь. Там потратить две жизни. И в любом случае, если мы выполним все пакости, будет нервный срыв. Нет, я проверил. Нервный срыв будет написано всегда здесь. Как только мы не выиграем. Но если мы не выполним все пакости, то кубка нам не будет. Но будет все равно написано нервный срыв. А если мы все пакости выполним, даже если мы потеряем там все жизни и время кучу потратим, мы все равно получим кубок и так далее. Кажется, тут слишком легко как-то стало кубки выигрывать. В отличие от второй части, там, оригинальной. Там, где надо было пополнить шкалу до конца. Здесь все гораздо легче сделано. Мне кажется, это тоже несправедливо немного. Это мелочь, конечно, но все же как-то сделано сильно просто. Дальше у нас что идет? Большие амбиции. Кошмарная семейка снова на прогулке. Мамочка не вылезает с базара, ей пришлось по нраву асбестовые трусы. Сосед тоже нашел себе развлечение по душе. Он катается на священных коровах и ходит по горячим углям. Разумеется, Вуди не может остаться в стороне. Вновь тачмахал у нас, который вообще на тачмахал, кстати, не похож. Так, набор для поджигателя. Открыть набор для поджигателя опять. Да, жесть, конечно, это. Вот какой кривой программист или аниматор забыл убрать, вот забыл текстуру убрать. Недоработка еще одна, это, конечно, бесит. Впечатление портится от игры. Игра хорошая, просто недоработок очень много. Надеюсь, что будут обновления и обязательно все это пофиксит. Фу. Коровья лепешка. Даже коровья лепешка не исчезла. Ну-ка. Фу, ну и вонь. Коробок спичек. Бензин А95. Макгайвер, смотри, завидуй. Так, давайте откроем. Ай, сосед, как тебе не стыдно, а? Так с ребенком обращаться. Ай, пойду вверх. Так, ну давайте отсюда прям начнем. Да, этот интерфейс полностью загораживый. Твуди, это уролево, конечно, в натуре. Так, давайте еще этого угля горячего в трусы. Трусы вроде бы огнеупорные. Ну и это, эти трусы сюда. Так, говна в автомат для мороженого. Ай, это жестоко, мне кажется, очень. Сосед тут давно бы уже бы обгорел бы в этой жиже. Так, давайте подрежем немного здесь. Ну и все, мы все сделали, осталось только наблюдать. Ха-ха-ха-ха, говно облезал. Не будешь больше издеваться над детьми. Ха-ха-ха-ха. ну и последний урок тебе на сегодня сосед сосед бессмертный какой-то вообще он реальной жизни бы он умер бы уже бы от таких пакостей в натуре ладно момент просветления соседу так и не удалось завоевать благосклонность ольги и даже мамочкина любовь стала действовать ему на нервы вот он и отыгрывается на безответном слоне но у животных тоже есть права да и буди не древле ладно погнали так берем морского ежа возьмем также косточку не не пойду уже а проснется сейчас давай все валяется быстрее не могу открыть кран бассейна голыми руками оооо у меня выбора нет поэтому мне придется это сделать какой он огромный а лифчик размера а то есть арбузный вот если кстати присмотреться вот сюда то можно заметить что вот это тот элемент одежды который мы взяли на ней он давайте попробуем взять сачок могу конечно не успеть но надеюсь что успею да успел 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 это хорошо так еще есть бита так берем морского ежа и кладем его сюда здесь продают благодаря колючкам морского ежа даже самый страшный ветер не сорвет тюбан с головы соседа да это верно берем еще одного морского ежа он нам потом понадобится так битва слон скоро рехнется неприсосновым безумных тяпканье мне достать шапку не может пригодится чтоб преподать урок шапки блин я забыл взять их не успею ладно мы хотя бы в нормальном месте оказались не очень удачно получилось я не успею выполнить пакость с шезлонгом придется короче повременить с этим но это было красиво вот это вот так косточку собаки придется пока не давать потому что я не смогу открутить этот кран потому что сосед здесь немножко оплошали мы в этом уровне конечно так давайте открутим этот кран плоскогубцами и вода в бассейне вся исчезла так морского ежа сюда ну и давайте еще сделаем вот так отлично у нас есть возможность косточку положить так ну все сделали так 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 так возьмем отсюда парочку интересных вещей монетку давай беги быстрее быстрее на не успею беги давай быстрее она дальше спать будет окей флак 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 о как повезло как повезло мне сейчас думаю начинать надо всех самых конфет лешавка так начнем пожалуй с этих с конфет подменим их на конфеты для писсуара воняющие конфеты так конфетки для писсуара сюда и гвоздь угнутый сюда телефонный звонок я не успею удрать а я еще и даже на пакост не смог посмотреть когда мамаша бьет его я не могу камеру повернуть так берем еще один я забыл баллон сжатым воздухом применить сразу блин не посмотрели на ту пакость не посмотрели извините меня пожалуйста я не нарочно конечно так но я абсолютно уверен что там ничего не изменилось в отличие как как в оригинальной второй части хорошенько ты сосед блевану сейчас даже apple даже выглядит так же как в консольной версии в натуре давай сюда иди но прыгай давай уже сосед ну да нифига не сделали анимацию про то как он падает в воду консольной версии было здесь нет давайте я вам компенсирую про то что я пропустил эту пакость и мы посмотрим на нее еще раз ну да ничего не изменилось так все то же самое давай давай одень этот жилет так все а пена в общем давайте на этом закончим пока всем огромнейшее спасибо за просмотр с вас лайкосы подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой второй канал и группу вконтакте всем пока субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»